Приветствую вас, постараюсь разобрать вопрос, который вы задали, максимально подробно. И начнем, пожалуйста, с того, что вы пишете, что очень часто бьете, недавно вы наступились на работе, это не в первый раз и не стыдно после этого. Смотрите, какая получается ситуация. У вас как бы замкнутый круг происходит. Вы очень часто бьете и недавно напились на работе. Это не в первый раз. То, что вам потом стыдно после того, как вы уже напились, это одно. Здесь нельзя говорить о том, что это именно первопричина. А первопричиной является то, что вы изначально очень часто пьете и позволяете себе напиваться на работе. Можно говорить о том, что есть какие-то условия для вас, какие-то припасылки, может быть, какие-то факторы, которые заставляют вас пить. То есть, вот это вот ваше «я очень часто пью», оно ведь появилось не из-за того, что вам стыдно, а именно из-за того, что вы оказались жизненной ситуацией, которая провоцирует вас на употребление алкоголя. Соответственно, вопроса никакого вы не задаете, но вам нужно сделать, если вы действительно хотите избавиться от этого разорвательного круга порочных, вам нужно сделать следующее. Во-первых, подумать, почему вы вообще стали очень часто пить. Во-вторых, ведь вы же, наверное, не один на пилизм на работе, а, наверное, вы же пили с кем-то еще. Потому что, если бы вы пили один, ну, вас бы, наверное, скорее всего, уволили бы. Раз так, значит, вы пили в коллективе, и коллектив как бы принимает то, что вы делаете. То есть, там люди, так же, как и вы, пьют. Возникает вопрос, а почему людям не стыдно, после того, как вы напили, а вам стыдно? И почему, если вам стыдно, вы не желаете прекратить? Ведь каждый раз, когда вам стыдно, и вы пьете, чтобы забыться, вы получаете себя, получается, себя осилеете. И идете по нарастающей. То есть, вы не решаете проблему, а просто-напросто ее отодвигаете. Ведь вы же понимаете, что если вам стыдно после того, как вы напились, то каждый раз, когда вы напиваетесь, слез вам опять становится стыдно, и вы опять забиваетесь. Но, первая причина этому какая? И что нужно делать вам, по вашему мнению, чтобы не было стыдно? То есть, что вы делаете, когда напит? Если вы, например, агрессивный, если вы буйный, если вы там что-то делаете, не контролируете себя и так далее, то это нужно поправлять. Это можно поправлять. И в первую очередь поправлять это можно через, я бы сказал так, через, знаете, анализ своего поведения в момент, когда вы напиваетесь. То есть, вот смотрите, вы, например, потребляете, я вам скажу, одну рюмку, да? Две там рюмки и так далее. Значит, и вроде бы все хорошо у вас. Вроде бы. Вроде бы. Вроде бы хорошо, все. Но наступает момент, когда вы, когда вы чувствуете, что все, это переходит все границы. Тогда это нужно прекращать. Потому что, если вы чувствуете, что перестаете себя контролировать, то это значит, вам уже алкоголь идет не на пользу, и от него нужно избавляться. А вот если вы не можете остановиться, когда вы хотите остановиться, но не можете остановиться. Вот это говорит о том, что у вас уже зависимость, зависимость от алкоголя. И ее нужно убирать через наркологические клиники, через соответствующее лечение, но самое главное, через устранение первопричин, которые стимулировали вас к тому, чтобы вы часто пили. Я думаю, что неплохо было бы проработать ваше чувство стыда. Потому что, возможно, имеет место быть неуверенность в себе, возможно, имеет место быть сомнение в себе, и, в общем-то, возможно, имеет место быть неудовлетворенность, которую вы пытаетесь залить алкоголь. Только вот залить у вас ее не получится, а своему здоровью вы очень сильно вредите, и в результате вы сможете спиться, в результате вы можете стать алкоголиком, то есть человеком зависимым от алкоголя, больным человеком. И тогда ваши шансы на то, чтобы удовлетворить все свои потребности, будут очень-очень маленькими. Вам нужно подумать, вот чего вы сами хотите. Если хотите наладить свою жизнь, тогда вам нужно обязательно обратиться в наркологическую клинику, чтобы вам помогли очиститься, вывести из организма алкоголь и прочее. Ага, и обратиться к психологу лично, лично к психологу для того, чтобы проработать с ним все ваши возможные проблемы, и чтобы вы начали двигаться по жизни именно так, как вам того хочется. Никому-то другому, да, чтобы вы не были движены какими-то страшными сомнениями, а чтобы вы доверяли своим желаниям. И чтобы вы жили нормальной, полноценной, полной жизнью. Могли расслабиться, когда вам хочется, могли там отдохнуть, выпить, но немного, чтобы это приносило вам удовольствие, чтобы потом вам не было стыдно за то, что вы делаете. То есть, понимаете, нормальное поведение, когда человек понимает, ага, я надеюсь, что мне стыдно, я больше пить не буду. А вы почему-то продолжаете пить вместо того, чтобы перестать. Вот что заставляет вас пить, что мешает вам просто извиниться к теме, без кем вам стыдно, и волшебность здесь непонятная. Ибо информации вы даете очень мало. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Желаю вам всего доброго и удачи.